Очередное планерное совещание в администрации района началось с приятного момента. Честование деятелей искусств, культуры и всех, кто занят творческой профессией или сохранением культурного наследия. 25 марта они отмечали свой профессиональный праздник. Со словами пожеланий к приглашенным обратился глава района Заур Хамирсов. Отмечали день работников культуры. Хотел бы всех искренне поблагодарить. Всем добра, благополучия, здоровья всем вам, очень близким. Наиболее отличившимся работникам культуры глава администрации вручил почетные грамоты. За вклад в развитие культуры Республики Адыгея и в связи с Днем работника культуры благодарственными письмами Министерства культуры Республики Адыгея награждается Пижева Шамсет Аслан Чирьевна, ведущий библиотекарь Центрального района библиотеки. Светкова Наталья Николаевна, заведующая Натурборско-сельской библиотеки. За вклад в развитие культуры Кашкабрского района, образцовое исполнение своих профессиональных обязанностей и в связи с Днем работника культуры почетной грамотой администрации муниципального образования Вашхабрский район награждается Апищева Натюсевна Нурьевна, заведующая кодница сельской библиотеки. Толмачев Алексей Дмитриевич, специалист филиала СДК Силанов-Нурьевна. Малахов Нурбий Даурбий, специалист филиала СДК Силанов-Нурьевна. Работа центральной коллеги библиотеки. Низар Ислам Бесланов, специалист муниципального казенного учреждения культуры, межпоселенческий центр народной культуры, муниципального образования Вашхабрского района. Лина Вазарева Ибрагимовна, специалист Министерального казенного учреждения культуры и в поселении существенного наружного учебного муниципального образования Каштава-Скирова. Кардан Адам Муратович, начальник, главный бухгалтер, муниципального образования Каштава-Скирова, централизованная бухгалтерия в сфере культуры. Хаткова Нурьетка Планова, уборщица служебных помещений Филиала МСК Аула-Бусечка. К поздравлениям присоединился и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Желаю всем работникам нашей культуры здоровья, счастья, благополучия, несомненно реализации всех ваших намеченных планов, побольше улыбок, побольше оптимизма. Это так нужно в наше сегодняшнее время, особенно от вас, тех людей, которые сегодня несут, так сказать, культуру массы. Для многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие культуры Кашкабельского района в благодарность Государственного Совета Хаса Республики Адыгея объявляется Апазаовой Зуреец-Хаббевне, библиотекарю по работе с детьми, Козынской сельской библиотеки. Бижовой Саиди Казевне, библиотекарю Козынской сельской библиотеки. Кидокоевой Сусани Нурбевне, ведущими библиотекарю Грючуксинской модельной библиотеки. Хачинизовой Ритти Александровны, заведующая филиала СДК Аупахачинзи. Полонскому Виктору Павловичу, специалисту филиала СДК Силана Турбова. За образцовое исполнение своих профессиональных обязанностей и в связи с Днем работника культуры почетной грамотой Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабовский район награждается Джигунова Аида Юрьевна, Богородская муниципальная комиссия, депутат Муниципального образования Кашхабовский район, централизованная бюроферия в сфере культуры. Иванова Любовь Павловна, заведующая филиалом СДК Кутера Красный. Малакова Саидет Аминовна, методист по работе с детьми в детской модельной библиотеке. АПЛОДИСМЕНТЫ Сыркан Надежда Николаевна, заведующая отделом внутрисистемного книгообмена Центральной районной библиотеки. АПЛОДИСМЕНТЫ Хаконов Хамец Корбевич, заведующая филиалом СДК Аула Иберуха. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Далее участники планерного совещания перешли к рассмотрению текущих вопросов. По традиции обсуждались вопросы, касающиеся жизнедеятельности района. Заур Хамирзов акцентировал внимание глав сельских поселений на своевременном исполнении поручений и указал на необходимость повышения качества рассмотрения заявлений граждан, не допущения проявлений формального их изучения. В завершение перед участниками совещания выступил начальник отдела развития корпоративного канала «Продаж» Денис Гелюх с информацией о предложениях акционерного общества «Россельхозбанк». Хочу рассказать о государственной программе, подготовленной Министерством сельского хозяйства. Программа по благоустройству, то есть потребительский кредит, направленный на благоустройство для жителей села. Изначально эта программа несколько лет тому назад создавалась для помощи в доброй зафигации. По всей стране возрастает данная проблема. Все мы знаем, что трубу подводят, а последние метры делаются за расчет собственников домопадений. 3,25% ставка утверждена по данной программе. Деньги перечисляются напрямую в Межрегион КАЗ или к другому подрядчику, который будет сертифицирован. В последнее время эту программу расширили дополнительно. МИМА газификации можно использовать на капитальный ремонт, на проведение водоснабжения, на электрификацию. Также должны делать только официальные подрядчики. Дополнительно можно самим потратить на приобретение материала до 40%. То есть это допускается. Не больше 40% житель может потратить. Все остальное только перечисляется подрядчику. Основные требования к заемщикам. Возраст должен быть от 23 до 65 лет. Постоянная регистрация, прописка должна быть на сельской территории. Официальное трудоустройство это обязательно. И не менее полгода должен работать на последнем месте работы.